Доброго времени суток, друзья! Продолжаем мы с вами путешествие в замечательный мир древних свитков, а именно Поблевион. Так, запись у меня идёт, всё хорошо. Ну и сегодня мы снова, снова, друзья, в Анвиле. В прекрасном, в прекрасном городе Анвил. Меня вот эти ребята раздражают. Давайте их убьём, ну тогда... Ух, я и забыл. Я и забыл, друзья. Заплатить золото. Идём в замок, обыскиваем тебя, конфискуем украденные товары. Платишь штраф терм-пэром. Но на самом деле всё будет по-другому. Мы просто сейчас загрузимся в Бугага. И я ничего платить не буду. Ха-ха! Вот так вот. Вот как-то так. Забыл я. Забыл. Что пару штуковин я свистнул. Просто серии, я думаю, вы помните. Я пытался взять мастерские наборы зельеварения. У Снейпа свистнуть. Ну, не сложилось, не сложилось. Иди сюда. К сожалению, не сложилось. И меня ещё обвинили в Ураста. Я вообще злобные гады. И ладно бы я смог бы эти вещи взять. Так я их и взять не смог. И обвинить обвинили, и взять не взял. Ну, что это вообще безобразие какое-то. Хорошо. По крайней мере, они теперь не гутарят. Это здорово. Мы сейчас что будем делать, друзья? Мы с вами сейчас... Во-первых, во-первых, займёмся нашим тигрулем. Тигрулем? Вообще, надо починиться. Начиниться нам тоже будем потом. Тем более, если ничего починить толком не могу. Надо будет зайти сейчас в мастерскую. Ладно. Мясо! Друзья, набрал я мясо кабана 8 штук. Давайте его всё выкинем. А я вот, кстати, нельзя... Не знаю, его по одному надо выкидывать. Или все сразу можно выкинуть. Ну, давайте попробуем по одному выкинем. Призовём нашего тигрулю. Он это всё дело сожрёт. И должен, в конце концов, ещё подрасти. Так, с этим справились. Вон оно, упало мясо. Кабанечку. Призываем нашего белого тигрулю. Жбац! Ась! Не понял. Что-то там мне написали. Что-то я должен был почувствовать. Так, нам колдовство вырос. Вырос. Вот он. Сожрал уже половину мяса кабана. Зараза такая белая. Ну-ка, иди сюда. Ну, иди сюда, так сказать, зал. Иди жри остальное, собака. Во, он подрос, друзья. Он ещё подрос. И теперь это тигрёнок, белого тигра. Давай, жри. Жри мясом, валяется. Четыре штуки. Мясо-кабана. Голубоглазый ты наш, альбинос. Ты будешь кушать, не будешь? Ну, давай, кушай. И кому мясо раскидал? Насытился, что ли? Я не пойму. Ну, это зараза. Ну, судя по тому, как пропало сразу мясо, четыре куска. Мол, к каждому не подходил. Можно было, наверное, и пачкой выкинуть. Нам ничего бы не изменилось. А нам бы ждать не пришлось, пока он всё-таки соизволит сожрать. Ну, ты будешь сожрать, скотина. Жри. Жри тюлень. А, он сожрал, сожрал. Ещё один кусок остался, друзья. Ну, последний, скушай. Ты знаешь, сколько я это... Блин, вот что снова написали-то, а? Во, сожрал. И, друзья, к сожалению, пошёл дождик. Пошёл дождик. Давайте, факи хоть достанем, что ли. Посмотрим. Подрастёт у нас ещё тигруля. Али как? Так. Так, вы достигли стопэ. Не понял, что достигли. Али как я не успеваю прочитать, чего же мы достигли-то. Чё-то про тигра пишут, а что никак я не улавливаю. Так, ну и когда реакция пойдёт на оставшиеся четыре куска мяса? Или её не будет? Эта скотина так и останется тигрёнком пока что. Но он ещё, по идее, должен стать сперва просто тигром белым, соответственно. То есть взрослым тигром. А потом ещё где-то десять кусков мяса кабана. И он уже станет здоровенным таким. Совсем здоровенным. Ну и охрену, значит, с тобой делать, друг. Не хочет он. Прости дальше. Ну он же, вспомните, каким был, каким стал, да, с ума сойти. Ладно, мы сюда пришли, собственно, для чего? Мы сюда пришли, чтобы купить поместье, графский герб. С полудня до полночь в Велнус Венирус. Угу. Графский герб обращаться. Ну пойдёмте, зайдём сюда вот, отремонтируемся. А то я здесь, перед записью этой серии, прошвырнулся по подземельям ангельским. Вновь нас повстречал всякую хрень. Там, разбойники, пираты, лучники Валенвуда. Короче, каждой твари попасть. Если я не могу что-то починить, значит оно не сломано. Давай, чинить всё. 68 монет я готов заплатить тебе. Денег у нас, как видите, почти 40 тысяч, не шутя. Сколько ты, кстати, будешь мою эту? Мои превосходные лампы. Лук горения, лук горения 11 суток ещё будет делать. Зараза. Ещё полторы недели ждать. Ещё? Ну ладно, ладно. Так, пойдёмте. Нам надо куда? Нам надо, значит, зайти. Графские, графские, графские. А, ну у меня, по-моему, как раз указатель-то и ведёт. Опа, да? Дождик пошёл, неприятно. Графский герб. Графский герб. Сейчас, кстати, заглянем. Может быть, есть у бармина мясо? Кабанщика? Ну-ка, скажи мне, друг. Есть ли у тебя мясо? Чем я могу заинтересовать тебя? Окорок. Нету тебя ни хрена. Ничем ты мне не помог, зараза. Так, ну ладно. Нам нужно, собственно, вот он, товарищ, вроде, да? Вениус, Вениус, Мениус. И сюда. Тебя не интересует недвижимость? Интересует. Если интересует, я продаю особняк, находящийся прямо здесь, в Англии. Да ты шо? Там, где обитает дух. Духи. Отлично. Да, я продаю дом моего дедушки. Особняк Беннируса. Если тебя это заинтересовало, я готов уступить его за весьма скромную сумму. Это какую же? Мне нужно срочно продать его. Меня ждут неотложные дела в другом городе. Напротив часовни, через улицу. Когда ты купишь его, получишь ключ от входа. За 20 тысяч нам предлагают его приобрести. Ну, я думаю, я спривошусь. А теперь с твоего позвоночника. Понятное дело, что там не все так просто. Но, тем не менее. Тем не менее. Там, где обитают духи. Ну что, пойдемте в нашу новую собственность. Исследуем. Заодно, кстати, надо было мне переодеться. А то я тоже, блин, поперся в этом платье. В это чертово подземелье. Мне там как ушатали с ноги пару раз. Я думал, копыта отброшу. Так, а нет. Мне еще надо поспать, чтобы восстановиться. Ну, ладно. Пойдемте. Пойдемте в этот особняк. Можете грули. Ну, извини, не добыл я тебе мясо. Так, но нам не сюда. Нам немножко вон туда надо пройти. Эх, погода испортилась. А была такая солнечная, хорошая погода с утра. Ну, я пока ждал полудня, чтобы с этим гадом повстречаться. Как видите, все испортилось, вся погода. Так, ну и вот вон, собственность наша. Наша собственность. Собственно, особняк. Минируса. Ну, теперь это уже не Минируса, а, собственно, наш особняк. Давайте сохранимся. Сейчас нам придется здесь, насколько я помню, духов немножко ушатывать. Ну, и как раз заставочка именно про этот особняк. Так, я в своем новом доме в Анвеле, в особняке Минируса. Вообще тут не помешало бы сделать ремонт, но сделка, мне кажется, очень выгодной. Можно размещаться в новом доме. Фига себе выгодно. Тут ремонт рюм надо делать полноценный. Что тут есть интересное-то? О, винишко. Возьмем. Будем бухать. Картина, камин. Весь треснул. Комод валяется. Так. Он получается одноэтажный. Нет. Двухэтажный. А где лестница тогда? Неужто здесь? Да. Нет. Это комната отдельная. А это что такое? Какие-то горшки. Очередная дверь. А, вон она как. Я уже забыл, друзья. Насколько давно я играл в эту игру, что уже не помню. Планировку данного помещения. Вот он подвал. А вот он лестница наверх. Ну что, давайте заглянем. Привидения-то, я так подозреваю, будут наждать внизу. Или сперва надо поспать. Я уже не помню. 17 перьев возьмем. Так, это балкон. Да, это балкон. Тут еще одна дверь. С ума сойти. Обалдеть, друзья. Домик-то не маленький. Не маленький. Очень даже не маленький, я вам скажу. Тут всякие разные хранилища есть. Сундуки. Кирки вон валяются. Хопа, можно посмотреть. Плюнуть кому-то на голову. Я так понимаю, здесь нужна мебелировка новая. И за это нам придется обошлять. Снова деньги. Здесь балкон. Полноценный. Можно выйти, полюбоваться на дождливый анвел. Да, тут вот такие виды открываются. Часовня. Здесь пруд. Водичка. В общем, собственность хорошая. Хорошая. Нам. 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 Так, нам по заданию. Что пишут? Можно размещаться в новом доме. Ну, я так понял, нам нужно посетить подвал. Подвал посетить. Где тут проход там? Вот. Ну, пойдемте. Ну, пойдемте. Посмотрим, где это тело, которое таинственным образом исчезло. По-моему, в подвале она. Памятник из меня. Где-то здесь он должен быть. Пока никого. Нифига себе, подвал тут. В полгорода туннель. О, слушайте. А может быть я ошибаюсь? Может быть здесь, собственно, не все так просто. Закрытый портал. Ничего себе. Домики, бочки, сундуки. Это не интересно мне. Это тоже не интересно. Что вкусное-то есть? Золото. Одна монета. Круть. Круть. Ну, ладно. Это мы здесь нечем здесь смотреть. Давайте в портал. А он закрытый портал. Я так предполагаю, что нам нужно лечь спать, друзья. Нужно лечь спать. И тогда оно все, по идее, появится. Может какой канделябр надо нажать было? Ну да. Все-таки, по-моему, надо просто лечь спать. Здесь такая неплохая винишка. Винишку можно набрать. Здесь очередные сундуки. Пустые, правда. Ну, не хилый такой, не кислый подвал трехэтажный. Так, это мы уберем. Ну, пойдемте дрыхнуть. Я только не помню, просто надо спать лечь или дождаться именно ночи. Давайте сохранимся. Все-таки это чуть ли был не первый поиск, который я делал в этой игре. Когда-то очень-очень давно было написано. Два часа надо отдохнуть. А вот они и духи, друзья. Вот они и духи. А вон еще один. Так, они мне ничего не нафигачили. Так, в особняке Бенеруса обитают призраки. Они разбудили меня на пол во время сна. Внизу слышен грохот. Нужно обыскать весь дом и все смотреть. Вон оно, вот оно как, друзья. Вот оно как. Так, ничего не наложили? Нет. Нет, ничего не наложили. Это хорошо. Эктоплазму мы соберем. Девайс редкий. Пригодится нам в зелеварении. Ну, или в алхимии. В общем, что-нибудь да пригодится. Все, пойдемте. Где подвал-то, боже мой? Я заблудился в собственном доме. Внизу был слышен шум. Но есть он хрен, что из подвала, да? Ага. Хрен бы там. Ничего не понял. Может, реально пропустил кого-то? Ну, трое призраков я убил. А еще кого-то я мог пропустить-то? Нет же ж никого. Может, не заныкался? Опа. О, отрывок из дневника Лор Грена. Мною была обнаружена рука скелета, лежавшая рядом со страничкой из дневника. В дневнике сказано о тайной комнате, которую можно открыть только чистокровный Бенерус. Нужно поговорить об этом с Велвином. Стоит расспросить горожан. Может, кто-нибудь знает, куда переехал Велвин. Ага. Все жители Анвилы желтки и черви. Как смеют они критиковать того, чего не понимают? Я там с чуду. Так, как они и представить не могут, я продлю свою жизнь, используя души умерших. Этот фолиант описывает процедуру в деталях. Мне нужно больше тела. Да, больше тела. И пошло у него поехало. Ну, это надо взять. Тут еще что есть, интересно. Рука скелета. Смысла-то это брать нету. Так. Что у нас по заданию-то? Нам теперь, я так понимаю, нужно найти этого Бенеруса. Куда он мог ускопать-то, а? Давайте он у пастыря спросим. Ко-моему, он все знает. Слышь? А хрен бы там. Не знаешь ничего, да? Так, не ищи, не ищи, не ищи. Что? А, не знакомец. Я не знаю, куда он уехал. Спросить в городском гербе. Хорошо. Пойдемте, друзья, спросим в городском гербе тогда. О, мой тигруля прибежал. Интересно. Интересно, девки пляшут. Кошару. Ты кошару кушать будешь, тигроль? Не? Кошачий, типа. Типа кошачья солидарность? Ну, ясно. Так, ну это все, конечно, хорошо. А только будет как-то его потом привести в порядок. Как-то сам. Где там? Где там? Ну, я так думаю, спросить надо у бармена. Зачем ты надоедаешь? Уходи. Спокойно. Продолжай. Как только он продал тебе дом, то быстро собрался и уехал. Говорят... В вампирский город. Отлично. Отлично. Он уехал в вампирский город. Ну-ка, что там? Нужно найти его, чтобы выяснить, почему в особняке обитают призраки. Так, а это что такое? Бочка. Бочка. Откуда ты здесь? Бочка. Какой-то глюк. Глюк-бак-бак-бак-глюк. Так. Ну, давайте нашу кошару отзовем. Антипризис существ. Заюзаем. Все. Сгинь отсюда. Куда-нибудь в астральный план. Ну и мы с вами, друзья, тпшимся в имперский город. Не шутя. Будем искать Этого засранца, на который мы потратили так много денег. Ну и, собственно, мы уже видим, где он обитает. В эльфийских садах. Но мы его еще не открыли. Эти сады эльфийские. Не знаю, у меня тут есть проход. Нет прохода. Фигу знает. Давайте сюда тпшимся. Посмотрим, есть там ворот или нет. Ну и, надеюсь, дождик кончится. А то у нас как не серия, так какой-нибудь дождик начинается. Это же неправильно. Не. Не помогло. Так. Други мои загадочные. Скажите, здесь проход есть какой-нибудь? Да должен быть. Ну, как раз эльфийские сады. Отлично. Надеюсь, когда мы обратно зайдем в тпшницу в ванвилл, дожди кончатся. Что значит у тебя нечего есть? Ну, держи вот монетку. Ты это... Да, он недавно припал в город. Король и королева. Понял. Спасибо, друг, за наводочку. Сейчас мы его будем пинать. Уроды этого. Впарил нам недвижимость с призраками. Ага, таверна, король и королева. Здорово. Заходим. И прямо с вертухи пяткой в глаз. Где-то, гад. Вон он, походу. А ну, стой. Нет, это не он. Ну-ка, стой, 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 стой. Твердюс. Фуэй, тоже не ты. Как я понимаю, в тебе не доедра стало главенствующей религией. Вот он, он сидит. Странно. Чему обязан встать? Странно. Я тебе сейчас сделаю странно. Я за это в ответе. Пожалуй, в твоих словах есть правда. Ведь этот особняк принадлежал моему дедушке, Лоргрену Беннирусу. Я знал, что дом проклят. Вот почему я и продал его тебе так дешево. Думаю, я должен был предупредить тебя, но я очень хотел убраться из Анвела. Мои родичи сказали, что я могу перебраться сюда, в имперский город, как только будут обрублены все концы. Этот особняк был одним из таких концов. Боюсь, моя жадность взяла верх над благоразумием. Надеюсь, ты не проклинаешь меня за причиненные тебе страдания. Я подумал, мне казалось, что ты сможешь снять проклятие и покончить со всем этим. Да снимем, снимем. Лоргрен Беннирус был странноватым стариком. Он всегда баловался с магией. Он был, в общем-то, безобидным. Пока в один роковой день не наткнулся на фолиант о дьявольской магии некромантии. Эта находка изменила все. Он стал одержим идеей, что при помощи некромантии сможет продлить свою жизнь. Черная магия, описанная в этом томе, требовала тел умерших. Он стал выкапывать покойников, захороненных неподалеку, под собором. Когда все это обнаружилось, гильдия магов созвала экстренное совещание, чтобы решить, что делать. Решение было принято за несколько минут. Возглавляемые тогда юный Карахил, маги ворвались в особняк Беннируса и убили Лоргрена. Но во время суматохи его тело непонятным образом исчезло. Из этого жители Анвела сделали вывод, что особняк должно быть проклят. Ты первый человек, кто переступил его порог за очень долгое время. Ну обалдеть. Снять-то как нет, проклят. Согласно записи в дневнике, похоже, я единственный, кто может открыть секретную дверь в особняке. Я не могу отделаться от чувства вины за то, что продал тебе этот дом при таких обстоятельствах. Встретимся в Анвеле, в графском гербе. И тогда мы попробуем снять это проклятие вместе. Хорошо. Хорошо. И главное, мои бабки возьми с собой. Ух ты, какая интересная старушка. Как вы проводите свои дни? Ясно. Ищешь приключения? Ну ладно, поехали дальше. Нам нужно тпшиться в Анвеле. Надеюсь, теперь это должны кончиться. Так, куда нам главные ворота? Да что ты будешь делать? Не, никак он. Никак. Так, ну мы сейчас летим, значит, снова в таверну. Берем за шкирку этого нашего товарища и отправляемся в наш особняк. Что-то народу много тут стоит. Привет. Такс. Вон этот негритос. Бугага. Я уже думал, что ты не... Конечно. Пошли. Да давай побыстрее покончим с этим делом. Меня совсем не радует мысль о посещении этого особняка. Давай. Иди, скотина. Подлая. Я же ты нагреть меня вздумал. Урву. Да. Идти мы так будем долго, друзья. Долгом. Ну ничего не попишешь. Придется нам с вами подождать. чай у нас мифрил ему дождик должен быть все равно не заржавеет медленная песец давайте хотя бы я не знаю алоэ соберем водички попьем и вот были мужчина ждет за раз я думал прямой так пойдет не куда-то за ним не идешь он не идет о дождик кончился друзья наконец-то аллилуйя аллилуйя где-то далеко гром гремит земля трясется велвин бенирус гадить несется тем не менее дождик кончился вот калитка заходи сволочь чтоб тебя конем об стенку отлично аллилуйя друзья мы дошли до до нашего замка так мы с велвином прибыли в особняк бенирусом нужно осторожно продвигаться входу в тайную комнату оберегая себя и выловина от всяческого вреда если я хочу что проклятие когда-либо было снято так в общем надо сохраниться тоже главную угрозу для выловина представляю я сам если нападут духи а теперь ты види надеюсь нападут духи начну махать мечом и могу задеть его до сдохни гад сдохни гад вот так вот моих ах ты ж сволочь умри негодяй поддона тварь дайте немножко отхиляемся да нормально все идемте в тайную тайную комнату надеюсь мы там очкарика и знаменитого не встретим как у василиска все умри умри а донок тварь а где наш придурок то не понял вперед что побежал да не должен был вау спокойно не нервничай или он только после зачистки зайдет слышь ты гумно гумно ты где видеть види пошли скотина тупая бегать за тобой еще должен 10 раз там дыры 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 на наконец сейчас на вскрою дверь и все будет чики-пуки так мы уку тайной двери давай шипи по змеиному гад тайная магия сидел слышь ты давай активней личного открыл дверь секретную комнату что заставило призраку прекратить нападать после этого он убежал предоставь мне разбираться с тем что находят за таинственным порталом то есть вот так туда сохраняемся я так чувствую сейчас чем здесь произойдет скелет лоргрена но как вам сказать ничего не юзается том не жизни у какая прелесть что давайте возьмем где мы еще такую вещь встретим так заметка живая возврат домой возьмем книжку возьмем так здесь что есть всякая ересь скелеты грибочки так меч уберем там мне у глаз светит своим красным пламенем зараза алтарь лоргрен бенни рус и я хочу искупить свои грехи мои деяния отношении жителей анвела ужасные отвратительные деяния что я совершал достойный глубочайшего сожаления карахил была права не было другого способа покончить с этим безумием кроме как убить меня я смирился с такой судьбой теперь чтобы я мог с миром уйти к девяти воссоединим мою руку с моим телом когда целостность будет восстановлена закончится этот вечный кошмар вот блин ладно ладно своего тела угу угу понятно в общем мне сейчас нужно вернуться блин ко входу забрать его руку вернуться обратно сюда к алтарю поместить ее и все будет пучком вот она его рука рука скелета отлично тире 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 меня всегда удивляло как легко манипулировать а у нас обманул с твоей помощью я завершил то что карахил и ее клика надеялись предотвратить много лет назад мой переход к бессмертию ну отлично давай вставай когда я столкнулся со смертными я недооценил их силу я больше не повторю такой ошибки я живу опять ха 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 ну давай вставай вон он ты щас я тебе покажу бессмертие все это все твое бессмертие два удара хм бессмертный ты мой оказалось что лор Грен придумал эту сказку для прораскаяния чтобы восстать из мертвых у меня не было иного выбора кроме как уничтожить его после уничтожения проклятие особняка бенеруса было снято мне нужно вернуться в графский гир и рассказать все выловину отлично посох пламени косаря ну хороший а эх ничего у тебя больше нет кроме твоих костей о лечение а в мешочке ух ты ж это хоро о о сопротивление холл 20 процентов косарь хорошее колечко две тысячи две тысячи уже отбили неплохо может тут еще что имеется интересное тут двух тысяч как-то мало я 20 потратил так это не думал люк какой то вообще пусто скелет латунное кольцо том темного искусства вы желаете пожертвовать жизнью ради обладания забытыми знаниями давайте сохранимся я такого как-то не встречал что за темные знания да я готов власть крови добавлено магикс сакрифициум жажда крови добавлено поглощение плоти ашура сенку ашура сенку сзади обезоружить и сжечь гравитационный щит страдания всесожжение пробуждение души связывание души роба некрона что то там такое ключ чего то по моему все нехило ну-ка и и ничего здесь нету ну ладно повреждение здоровье на себя пожертвовать жизнью ради получения чистой силы на 10 секунд наук разрушения наук разрушения 75 нужен хм тоже 75 здесь 50 пробуждение души 25 вообще сложно сказать что это такое связание души связать душу с оружием ооо душу с оружием прикольно а вот страдания мне нравится да потребление магии 2370 2370 отлично отличная шутка мне нравится мне это очень-очень нравится ну конечно какой-то бред ротационный щит 608 единиц маны эффект 20 секунд ну как-то тоже бред свобода это вообще какая телепорт к врагу на 2 секунды это как интересно а уровень навыков слишком низок ладно я понял что это все бред загрузимся и не будем ничего делать если когда-нибудь захочу все это опробовать то приду чай знаю куда идти правильно так что не будем забивать себе голову нам еще надо до кучи вернуться назад вот снова сходить вот этот чертов графский герб прикольно открывается мне нравится графский герб рассказать о случившемся потребовать моральной компенсации в виде 50 процентов стоимости этого особняка ну или хотя бы пару его зубов что ты там открываешь а и кстати как видите все сразу отремонтировалось починилось даже обстановочка тут всякая такая появилась прикольная красивые вазы ну да ничего уже не надо ну отлично друзья что я могу сказать шикарно вообще только надо собрать иптоплазму и вообще будет феноменально ну что же давайте сделаем последнее действие данного квеста как раз погода хорошая что по крышам побегать да но прикольно прикольно ну квест такой довольно таки легенький он рассчитан что мы будем довольно таки малого уровня а мы сюда уже приперлись довольно таки возраст возрослевшие можно сказать с двух ударов с двух просто в небес отправился смешной чел бессмертный бессмертный так где тут урод и сюда да да и сомневался я рад что пошел с тобой нынче когда проклятие снято я чувствую что выполнил обязанность лежавшую на моей семье превосходная работа дружище пусть этот особняк принесет тебе многие лета счастливой жизни а я теперь отправляюсь в имперский город прощай давай давай адию ну что друзья вот такой вот квест назывался он там где обитают духи мы его выполнили это здорово ну и теперь я даже не знаю давайте нам попробуем выполнить еще один квестик сейчас наверное тпшнемся мне надо теперь на улицу выйти тпшимся в коралл заглянем в наш магазинчик там сутки прошли не прошли не знаю в коралл 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 да сюда в коралл ну и потом наверное заглянем еще по одному квесту собственно этот квест был взят нами именно в коралле где к нам подошла там девушка вместе с вами родителями обвинила нас в том что мы якобы являемся родственником отца и ее ребенка который убежал и не платит за раз алименты да вот как то так теперь нам нужно его найти через какую-то женщину первая женщина была в красном она оказалась не той вторая женщина оказалась из гильдии археологов мне пришлось вновь без вас там погружаться в бездну под кораллом ё-моё мимо магазин свою прошу под кораллом снова за те врата серебряные искать ее гутарить с ней и теперь нас послал уже другой своей скажем так заклановцы который тоже стоит в гильдии археологов но которая была в коралле до нее вот в общем запутанная друзья история очень запутанная так мы здесь вообще что-нибудь продали сделки магазина ежедневные сделки да друзья продали правда почему-то не написано сколько предметов но на 11000 на 11000 забираем все это дело и у нас уже снова становится 31 отлично но я думаю уж коли мы здесь в король давайте я все что нашел скину тоже в ящик коли мне такая возможность предоставилась так не так открываем сундук значит и берем отсюда вот это все хрень эй конечно же тут и хорошие вещи и так себе но в основном это все друзья с нескольких лагерей бандитов и как ее боже мой с подземелья анвела кстати забыл вам показать одну вещь интересную выбил я ее как раз в подземелье анвела это это лук ну и сейчас я вам покажу это оборжаться можно не знаю для кого он был предназначен но тот разбойник из него по мне стрелял что удивительно боже мой как много всего набрал уже почти по тонну обалдеть 800 килограмм так щит легиона тут у меня что ремонтные молотки тоже давай все возьму поскольку хочу сперва все отремонтировать да да сюда вниз все ремонтируем вещей у меня таких много заодно прокачаем оружейником плюс это будет стоить все повыше ну здорово так выход все заходим в сундук так и вот как бы мне бы оружие посмотреть оно стоит 3000 вот он он лук без названия зацените какой уровень у него 1 991 базовая прочность 8125 если его переделать он будет стоить я охрену знаю сколько ну тысяч по 30 наверное если не больше конечно прикольное но повреждение здоровье 8 единиц ни о чем хотя конечно урон в 329 это нечто ну вот я его решил пока что придержать я посмотрю как у меня переделывается лук горения через 11 суток исходя из этого я уже буду принимать решение что мне собственно делать с этим всем так ну выставляем на продажу все что мы нашли нашли мы немало немало нашли все это мне не нужно все это мы сдадим так лук оставляем ну и теперь вот это шматье тоже даем хорошо пошло если бы друзья не сундук Мидоса я бы шутю знаю наполнение магазина товаром была бы целой проблемой без этого сундука тут либо читерить пришлось бы накручивать возможность переноски весом с другой стороны в принципе кто играет за чистого воина и качается в силу в тех в принципе там вес переносимого где-то в районе 500 кг им наверное как-то попроще все это оттаскать но все равно думаю проблемно отличная вещь так все да отлично одеваем краснобая ну и посмотрим на сколько мы здесь 378 предметов на 45 тысяч из которых мы получим 35 тысяч из которых нам придется заплатить еще три с половиной тысячи налогов то есть чистыми 31 500 правильно да правильно неплохо неплохо учитывая что у нас и так на кармане тридцатка висит совсем не дурственно друзья совсем не дурственно так ну и давайте по-быстрому слетаем в гильдию археологов я не знаю насколько длинный этот квест кто отец давайте кстати поставим вот он он ага и тпшимся я уже эту гильдию открыл вот она находится где пришлось мне тут побегать пока я ее нашел ну довольно прикольно выглядит красиво оформлено явно все это модель но не знаю сколько квест длится а то у нас времени уже прошло в принципе немало если по-бырому то я согласен если я если задерживаться то наверно перенесем окончание этого квеста на следующую серию ну что ж гильдию археологов пойдемте нам нужно найти там какую-то дамочку я уже даже не помню мне вроде говорили как зовут ну ладно у нас есть метка ухташ ухташ сколько безделушек у тебя welcome 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 я офигау тебе гемолог новых сотрудников слушайте ну это все классно конечно но ох ничего себе исследование черепа какая-то двемерская хрень стремная ваза тут блин часть корабля какая-то вообще кто злобный зинджи похоже он что-то хочет классно походу впасть надо что-то вставить обалдеть ребята вот это местечко тут опа тут тоже кто-то есть астерсей гильд археологов кораблекушения мне надоело болтать с тобой но на лады не болтай со мной в чем проблема так о можно взять вы меня не убьете за это нет так ну и нам явно не сюда друзья явно не сюда нам походу надо на второй этаж ну пойдемте ну пойдемте так с другой стороны покои вирусом ничего себе мы уже видели в принципе такие клиплиц такой символикой привет оуэн 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 левуа хуэн ох моё вступление в гильдию археологов но это мы уже норм следующее раз будем делать все виды я гильдии археологов мне бы сейчас найти бы то что я еще Походу сюда, да, пульсовываем. Так, да, точно. Набросок яйца. Руселиск. Гарри Поттер. Где ты? Всякие образцы камушков. Прикольно. А, собственно, вот она, эта женщина в красном, по которой нам только так долго все втирали там. Ну-ка, давай, сознавайся. Вы были в Корроле полгода назад? Откуда вы узнали? Я жила в двойном пивном кубке. Члены гильдии часто снимают там комнату при посещении Коррола. Поясните обвинение Элейн. Элейн это та самая девушка, которая ищет пропавшего отца своего ребенка. Какая глупая девочка, да еще и беременная. Просто глупо обвинять случайного встречного. Я помню того человека, о котором она рассказывала. Он был авантюристом, как и вы. Он исследовал необычные Элейнские руины за серебряными воротами под Корролом, чтобы узнать, безопасны ли они для гильдии археологов, когда они отправятся в экспедицию. Когда он не вернулся, я понял, что что-то случилось. Эти пещеры небезопасны. Поэтому экспедиция гильдии была приостановлена. Хотя допускаю, что вполне возможно, он может быть еще жив там. Мы закрыли врата и спрятали ключ. Приключайте, чтобы предотвратить любые безрассудные исследования. Но не шутся. Продолжай. А что продолжать-то? Что-то квест обновился. А что обновилось? Я так не понял. А наняла отца будущего ребенка Элейн, чтобы исследовать некоторые Элейнские руины, расположенные в подземельях под Корролом. Возможно, он все еще там все эти месяцы. Но тогда, если я правильно понимаю, а я так думаю, что я правильно понимаю, то когда мы с вами спускались туда, мы видели туман, в котором все умирают. И там лежало два трупа. Что-то мне подсказывает, что один из этих трупов как раз и является этим этим самым чудаком на боку М, которого Элейн и ищет. Ну что, давайте тогда шутро метнемся в Коррол. Там, в принципе, не так долго. Там больше мы будем туда добираться, вот к этим воротам, через старую, через старую тюрьму. Ну, по всей видимости, мы до тюрьмы, друзья, не доберемся. Игра у меня вылетела. Зараза такая. Ну, давайте по шустрому. Сейчас запустимся. Серия у нас идет уже почти час. Ну, еще как раз минут 5-10. Я, правда, не особо себе представляю, что мы должны сделать. И как до них добраться? Там просто они лежат на ступеньках, вокруг них туман ядовитый. Нам нужно как-то задержать дыхание. Такого навыка нет. Единственное, водное, подводное дыхание. Водное дыхание поставить. В общем, как сделать-то? Чтобы сработало. Вот, жалко. Маска у нас не рабочая. Так, настройка, звук. А то меня сейчас YouTube сразу же анально карать начнет. Чтобы было заново. Так, загрузка. А мы сохранились после того, как мы с ней поговорили, нет? Или мне снова бежать к ней? Ну, сейчас по квесту определим. О, ребята, у нас последняя загрузка-то вообще в магазине в своем интернет-театр. Тогда на этом серию будем заканчивать тогда. Это снова в гильдии архимагов. Надо бежать. Ой, архимагов. А археологов? Нет, в общем. В следующей серии тогда спокойно там. Папс осмотримся. Возьмем квесты. Вступим в нее. И т.д. и т.п. И все остальное. Давайте лучше. Уж коли у меня теперь денег завались немерено. У меня же завались немерено. 31 тысяча. Давайте себе возьмем последнее улучшение, которое 15 тысяч стоит. Изысканное вооружение. У нас теперь изысканные предметы будут продаваться лучше. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Изысканное. Видите? Был 25, стал 35. Это здорово. Это здорово. Это меня радует. Ну давай уже, так и все. Ну и плюс обстановочка немного изменилась. Как я вам и рассказывал. Видите? Такие доспехи красивые, стальные. Здесь все поменялось. Ну в общем, лепота, лепота. Ну 15 тысяч, конечно, отдавать было очень жалко за это. Но никуда не денешься. Вот такие вот у нас с вами тут расклады. Ну а на этом, друзья, хочу с вами попрощаться. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайк, пишите комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего и удачки.